Отчет перед депутатами. Первый в статусе начальника регионального управления МВД Александр Мешков начинает со статистики. Преступность в регионе упала на 3%, при этом тяжких и особо тяжких преступлений стало меньше на 12,5%. Цифры, конечно, важны, но привлекает внимание другое, а именно то, какое впечатление Астраханская область производит на начальника полиции, который прежде служил в Тверской и Смоленской области. Я проезжаю по Астраханской области, посещая свои подразделения, знаете, такое ощущение, что я еду не по территории области, а по Сафару-парку, когда в ненаселенных пунктах вдоль дороги отары, овец, стада, крупного рогата, скота, табуны, лошадей, ну и, соответственно, там одиноко стоячие верблюды. Фауна привлекает внимание ее еще и потому, что закон, определяющий правила выпаса скота, не работает. Александр Мешков дал распоряжение руководителям районных подразделений принять меры. Доклад длился около часа и был скорее отчетом о работе в условиях оптимизации. Акцент на этом поставили областные депутаты, задав уточняющий вопрос, чего ждать от сокращения штата. Оптимизация прошлась по дорожно-постовой службе. Сократили 89 сотрудников, взял вставку на систему фото- и видеофиксации нарушений. Я могу сказать, что Астраханская область, а именно работа по видеофиксации, в 2017 году она выявляла всего 30% от всех выявленных правонарушений. В других регионах, где эта система работает, значит, центры видеофиксации выявляли порядка 70-80%. Открытие подобного центра в Астрахани ожидают в марте, но это никак не решит проблему неукомплектованности районных подразделений полиции. Какие есть планы, оберения, мероприятия, управления внутренних дел, у вас как начальника управления внутренних дел, показания помощи Астраханскому району, частные бомбинтования штата Тисенск и Тегрюкей. Я выезжал туда, разбирался лично с этой ситуацией, начали мне объяснять, уважаемый товарищ полковник, вы понимаете, что такое Ахтубец, Ахтубинский район, здесь достаточно много воинских частей, а с учетом того, что там зарплата намного выше, к нам не идут, идут воинские части. Ну, когда я вник туда, я понял, что совсем там другая проблема, там есть проблема в руководителе, и мною в ближайшее время будет принято именно кардинальное решение по первым лицам района. О результатах оптимизации в сфере медицины депутаты спрашивали у руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Аделиумировой. Возможность заслушивать представителей федеральных ведомств у областных депутатов появилась после того, как председатель областной думы Игорь Мартынов внес законопроект о парламентском контроле. Как отражается оптимизация в кавычках медицины на качество предоставления услуг при объединении медицинских учреждений? Ну, я считаю, что здесь должна быть выстроена маршрутизация, данные вопросы согласованы должны быть с населением, и при выявлении фактов нарушения права граждан на доступную и качественную медицинскую помощь мы готовы принять это в меры. Астраханцы стали чаще обращаться в Росздравнадзу. Число жалоб выросло на 10%. Пациентов чаще всего не устраивает качество оказания медицинской помощи. Депутатов – состояние больниц, а именно инфекционной. Вместо окон – полиэтиленовый пакет. Хотелось бы услышать оценку в этом обстоятельстве в вашем. И какие меры были в вами? Что касается инфекционной больницы или другой больницы, понимаете как? Это недопустимо. Я с вами согласна. Это недопустимо. Мы контролируем именно качество, эффективность и безопасность оказания медицинской помощи. Я знаю, что в инфекционной больнице проводились ремонтные работы, но они, может быть, не в полном объеме. Инфекционная больница, я проверю, есть ли она у нас в рамках плановых проверок, готова вместе с вами выехать в больницу еще раз посмотреть. И обратите главного врача на недопустимых таких явлений. В прошлом году сотрудники астраханского подразделения Росздравнадзора провели почти две сотни проверок. Нарушения нашли в большинстве проверяемых организаций. Это 76%. Большая часть нарушений в сфере оборота лекарственных средств. В этом году специалисты станут еще и тайными покупателями. Результаты контрольных закупок эти цифры откорректируют. Анастасия Анферова, Вадим Матасов. Центр новостей.